МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напоминаем, основная тема нашей сегодняшней программы ювелиры и украшения. Именно поэтому сегодня в качестве гостя у нас в студии потомственный ювелир Алексей Шубин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. С прошедшим вас профессиональным праздником. Мы уже упоминали, что накануне он был. Скажите, как давно вы занимаетесь ювелирным делом и почему вы выбрали эту профессию? Ну, я очень давно занимаюсь. Это было еще... Я в школе был. Так как мой отец ювелир, я этим интересовался и уже... То есть видели изо дня в день и приобщились. Пришлось приобщиться к профессии. Скажите, насколько это сложная вообще профессия и как им можно стать именно у нас в Молдове? Нужны какие-то курсы? Ну, у нас есть колледж. Я не помню, когда его открыли и где он находится. Но он у нас есть в Пишиневе. То есть если человек хочет, он может найти адрес, там, сейчас интернет у нас рулит и пойти выучиться и будет ювелиром. Google нам в помощь. Да. Ну, самое сложное все-таки, что в этой профессии? Ну, не знаю, может быть, надо иметь это усердие. Да, вот как раз хотелось спросить, вот качество. И творческий талант тоже необходим. То есть какие-то задатки, не знаю, художественного воображения, да, художника, они должны быть? Ну, да, потому что это не… там и рисовать надо, и не просто так. Пришел и взял напильник и вперед. Но это все-таки больше художественная профессия или прикладная? Или что-то такое вот кропотливое, техническое? Ну, она есть как бы с одной стороны и художественная, с другой стороны она и такая. То есть два в одном. То есть надо и творческое воображение иметь, и все-таки уметь работать руками, скажем так, технично. Скажите, пожалуйста, вот вы изготавливаете, ремонтируете ювелирные изделия. Вот в каждом конкретном случае, вот с чего вы начинаете, вот когда вот работа перед вами? С кофе. Да? У нас тут чашечка кофе на скафе. Может, как раз начнем пару изделий и изготовим? Чисто в личных целях интересуемся. То есть кофе у вас взбодрит или просто какой-то эмоциональный подъем? Это уже ритуал получается. Ага, то есть такая традиция. Прийти выпить кофе и потом уже подумать, что надо делать и вперед. Каждый день с новыми силами. Но это все-таки больше работа или любимое дело? Ну, я не знаю, для кого как, понимаете, не могу за всех сказать. Ну, для вас. Для меня, скажем так, и работа, и любимое дело. То есть работа, которая все-таки, не сказать, что в напряг, то есть все-таки… Ну, да, она приносит какие-то свои позитивные эмоции. Скажите, а можно вас чем-то вообще удивить? Именно как ювелирный изделий. Что самое ценное и дорогое вы держали в руках? Не очень скромный вопрос. Извините, но интересно, чье это изделие? Многое, что приходилось держать в руках. Удивить, конечно, не знаю. Может быть, как бы простого человека можно что-то удивить. Но так как я в этой профессии уже давно, то есть уже удивить меня сложно. Хорошо, какой-то самый необычный заказ, который вам сделали, или самый, не знаю, дорогой вам заказ, именно душевно дорогой, а не по деньгам. То есть вот что-то такое можете вспомнить? Нет. Что изготавливали? Нет, не могу изъявить. Ух ты. Тайна. Тайна, покрытая мраком. Ну, то, что тайна, но это будет не… Некорректно. Да, некорректно. Скажите, есть ли у наших соотечественников вкус, на ваш взгляд? Ну, конечно, есть, особенно у женщин. Они следят за модой, за тенденцией моды, и каждый клиент, каждая клиентка, они приходят со своими требованиями, запросами, пожеланиями, и уже оттуда. Сами вы тоже следите за тенденциями, чтобы не отставать, идти в новую? Ну, конечно, потому что мы же должны быть в курсе событий. Ну, просто некоторые могут прийти и сказать, вот хочу вот так вот и так. Вы скажете, что это уже не модно, или сделаете, как скажет клиент? Нет, мы сделаем так, как скажет клиент. А что диктует 2017 год? Вообще, что касается тенденций. Массивные изделия, кольца с большими камнями разноцветными, несколько цепочек можно носить. Одновременно, да? Да. Браслеты широкие тоже. Можно несколько браслетов. То есть что-то, что было бы заметно, да? Можно все в камнях. Даже так? Ну, все массивное должно. Раньше говорили вроде минимализм, а сейчас уже все. Нет, в этом году тенденция к такому. Так как год петуха еще у нас. То есть должно быть все яркое такое, да. Если перейти вот к материалам. Вы специализируетесь на чем-то конкретном, на какое-то, допустим, только на золоте? Или, в принципе, вы пользуетесь всеми материалами? Ну, у нас, в принципе, мы работаем в основном только золотом. Как бы серебро тоже, но из-за того, что сам металл дешевый, серебро в основном только в ремонт приходит. А так его можно купить, оно вообще доступное. Есть такой металл-платина, с ним очень тяжело работать. Мы с ним работали одно время, но у нас здесь не очень есть, как сказать, оборудование и все остальное для того, чтобы работать с платиной. Это очень тугоплавкий металл и золотный. Ну, вот золото само по себе – это очень мягкий металл, и, как правило, ювелиры его используют в сочетании с другими металлами, да. Но как разобраться в пробах золота? Золото очень редко сочетают с другими металлами. И если его сочетают с каким-то металлом, например, в Европе, в Америке, они могут сочетать его со сталью, потому что у них есть технологии, там и оборудование. То там идет, например, проба на золото, и уже рядом пишут, что это сталь реально. У нас же проба на золото ставится 585-е, 750-е. Если человек в ней сомневается или хочет узнать у нас эспарбирная палата, в которую он может обратиться, ему выдадут бумагу, что это золото, это какой-то пробы. Ну, вот есть понятие «белое золото», «желтое», «розовое золото» – это от чего зависит? То есть, почему золото приобретает такие оттенки? Компоненты, которые входят в состав золота. То есть, если мы берем золото трех девяток и добавляем в него компонент, который нужен для цвета, получается белое, там, желтое или красное. А какие компоненты для чего? Вот просто мне интересно. Ну, это уже другой вопрос. Очень неинтересная информация. То есть, золото ценнее от этого становится или, напротив, теряет свою ценность? Нет, золото ценнее становится только по пробам. Чем ниже проба, тем золото дешевле. То есть, если вы хотите золото более-менее благородной пробы, вам нужно искать 750-ю пробу, например. Потому что 585-й – это как бы общедоступная такая проба, скажем. 375-й или 333-й – это вообще… Очень дешевое. Ну, не очень дешевое, но это считается низкопробное золото. Оно… Ну, на Западе, в Америке оно очень распространено. У нас здесь не так. А вот что касается камней, вы с ними тоже работаете? Да, конечно. А вот как понять, что такое караты? Почему вот одни камни драгоценные, а другие полудрагоценные? Почему их так обделили? Ну, потому что бриллиант и циркон – это две разные вещи. Бриллиант его добывают в земле, потом гранят. Это получается алмаз, который перегранили в бриллиант. А циркон – это искусственный камень, который просто, можно сказать, кусок стекла награненый и все. Просто создали… Ну да, это так, просто чтобы вам объяснить и не вдаваться в подробности. Ну вот есть же камни, которые тоже природного происхождения, но они не обладают такой ценностью. Ну, потому что там идет разная оценка камней по твердости, по происхождению, по цветности и все остальное. Камень ценен чем? Как он отражает свет? Насколько он чист? Да. Это в первую очередь у бриллиантов идет, так же самое у изумрудов. Если у бриллианта нету внутри ни сколов, ничего, и он чистый, играет, он будет очень дорогой. Если в нем есть какие-то включения, там трещинки, глина, уголь, например, это все природного происхождения, то, естественно, цена будет ниже. Так же самое возьмем изумруд, если камень, но они очень редкие, если он встречается без всяких там внутренних повреждений, скажем так, или включений, то есть трещины, еще что-то. И вот цена, естественно, выше, чем камень, который имеет трещины, там всякие включения и все остальное. А бывало ли такое, что вам приносят дорогое изделие, оказывается, что камень, например, в нем ненастоящий? То есть бывают ли подделки? И вообще, насколько тяжело или легко отличить их? Смотря какое изделие, с какими камнями. Сейчас есть в основном специальные машины, которые это определяют. Так что, ну, как бы простой человек не сможет определить, если я не хочу. Вот, невооруженным взглядом, да, как отличить подделку от оригинала? И вот когда ты идешь, допустим, в магазин, да, приобрести кольцо или, ну, еще другое ювелирное изделие, чем нужно руководствоваться обычному покупателю? Ну, во-первых, магазин, когда вы покупаете, вам должны дать сертификат качества, там, этого изделия, где будет указан, какой камень, там, сапфир, изумруд, бриллиант, рубин, там, сколько карат в нем и все остальное. А так, если вы будете покупать у кого-то с рук, то это уже не гарантирует. Ну, вообще, часто встречаются у нас подделки на молдавском рынке? Ну, это уже радует. Сами вы какие предпочитаете изделия? Сами что-то носите? Золото, серебро или вообще не любите, только на работе их вам хватает? Так как я это вижу каждый день, этим занимаюсь, я ничего не ношу и предпочтения ничему не отдаю. То есть, относитесь к этому больше как к работе? Да, это повседневное такое. Что же, еще раз с прошедшими праздниками, спасибо за информацию. И желаем нашим телезрителям, чтобы у них было как можно больше желаний и, главное, возможностей пополнять свою коллекцию драгоценностей. Кстати, вот мы попросили нашу съемочную группу узнать на улице города, а что предпочитают наши телезрители? Драгоценности или все-таки просто бижутерию? Посмотрим, что мы узнали. Скажите, что вы выбираете, бижутерию или ювелирные украшения? И почему? Я думаю, что ювелирные украшения, ну, наверное, красивее, ближе, ближе к самой, к самому. Красивее, наверное, поэтому. Ну, я думаю, что бижутерию. Предпочитаю ювелирные украшения. В них есть ценность. Бижутерию тоже интересна своим творческим подходом, каким-то, я знаю, может быть, даже энергетикой, оригинальностью. Но, в принципе, больше мне нравится золото, да. Бижутерию. Бижутерию, да, тоже иногда так, от случая к случаю. Из драгоценностей только серебро, золото, нет. Почему-то мне ближе серебро. Все, почему, не знаю. Серебро чище, оно очищает, защищает, болезни там показывает, если есть, так слышала. Это смотря, куда я иду. Ну, скорее всего, что бижутерию. Более безопасно. Если мне позволяют средства, я бы, конечно, выбрала ювелирные украшения, если позволяют средства. Бижутерия-то тоже неплохо. Ну, вообще-то больше ювелирные, склонно к ювелирным. Ну, потому что ювелирное можно и дочери потом отдать, и, глядишь, внучка поносит. А бижутерия все-таки это временное. Но, к сожалению, бижутерия хорошая, тоже хорошо ценится. Так что, иногда и бижутерию можно, вот, когда красивая, хорошо оформленная и довольно качественная.